Аллах Всевышний говорит Аллах Всевышний говорит Давайте, иншалла, прислушаемся, услышим этот аят Аллах Всевышний нам говорит Спешите, говорит, спешите В общем, в основе спешки это от шайтана Правильно? Спешка от шайтана Посмотрите, вокруг все спешат На светофоре машина подъезжает Все спешат Зеленый загорелся, если впереди стоящая машина Чуть-чуть запоздала, на одну секунду запоздала Сзади сигналят ему Спешат Не пропустил его Или чуть-чуть запоздал, обгоняет Его ругают, спешат Все спешат Дома еда не готовая вовремя Ругаются, злятся, спешат Кто-то не выполнил вовремя Спешат, ругаются Куда спешим? Этот вопрос вам вообще неизвестен Куда мы спешим? Просто чувство спешки у человека И все на этом Спешка Спешка от шайтана Аллах Всевышний направляет Наши эти чувства Если мы спешим Если мы хотим чего-то побыстрее добиться То где это наша цель? Куда мы должны спешить? Мы должны благодарить Аллаха Всевышнего За то, что у нас есть От нашего Создателя Законы, небесные законы Все нам могут позавидовать Нам могут позавидовать Из-за того, что у нас есть небесные законы Законы, где нету никаких недостатков Нету ошибок Эти законы нашего Создателя С неба Не с земли кто-то придумал эти законы А небесные законы От нашего Создателя И он направляет нас Его направление В наших чувствах Аллах Всевышний говорит Спешите Соревнуйтесь Если мы спешим Мы должны установить для себя Тут программу Такую Цель Мне нужно спешить Чтобы Аллах простил меня Мне нужно спешить Чтобы я был достоин Джанната Чтобы Аллах Помиловал Пожалел меня И дал мне Джаннат Вот это наша цель Вот туда нужно спешить Аллах Всевышний говорит Спешите К тому чтобы Ваш Господь Вас простил К этому спешите И спешите К Джаннату Спешите в Джаннат попасть Пока вы живы Скоро придет смерть Если не успел заработать Милость Аллаха Прощение Аллаха Не смог удостоиться Джанната при жизни Самый несчастный человек Спеши пока живой Добиться Джанната Пока живой Спеши чтобы быть В числе тех У кого гарантия есть на Джаннат Спешить нужно Но не нужно спешить Чтобы побыстрее дом Достроить Докончить мне дом нужно Побыстрее мне нужно Купить вот дорогую машину Побыстрее мне нужно Жениться Или выдать замуж Свою дочь Нет Спешить нужно Чтобы Аллах Простил тебя Спешить нужно Чтобы Аллах Дал тебе Джаннат А эти мирские вещи Это испытания Все придет В свое время Каждому В свое время Каждому что-то Предписано В определенный момент Это все придет Не надо спешить. Не надо переживать, бояться. Прислушайтесь к Аллаху. Не прислушайтесь к своему на все. Или к шайтану, который толкает вас всегда. Спешите, 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 спешите. Спешите в джаннат Аллах, Всевышний говорит. Просторы которого небеса и земли. Больше, чем небеса и земли. Как небеса и земли. Вы знаете, какое наше небо? Небеса, просторы небес. Знаем? Мы не знаем. Супер огромное небо. Джаннат больше этого. Спешите туда. И этот джаннат, он приготовлен, уготовлен для богобоязненных. Джаннат для богобоязненных. Если вдруг наступит смерть наша, если мы богобоязненные, у нас следующая жизнь на участке в раю, в джаннате. Если мы умираем, и мы небогобоязненные, не дай Аллах, может быть, наш участок в наказании, в аду. После смерти начнется наказание. Почему? Потому что ты не поспешил при жизни, не спешил добиться прощения от Аллаха, не спешил при жизни джаннат попасть, быть достойным джанната, милости Аллаха. Не спешил ты в жизни. Но ты спешил к чему? К низкому, мирскому спешил. И этот джаннат, Аллах Всевышний говорит, он приготовлен для богобоязненных. А кто такие богобоязненные? Потом Аллах Всевышний нам разъясняет, чтобы не было вопросов у нас, чтобы мы не остались в незнании, кто такой богобоязненный. А чтобы мы услышали, что нужно добиваться прощения Аллаха при жизни, спешить нужно к этому. Сегодня вы даете себе гарантию, что я сегодня достоин, чтобы Аллах простил меня. Кто даст себе гарантию такую? Отвечайте, сами себе отвечайте. Спросите себя. Я достоин, чтобы Аллах меня простил. Я достойный этого. Сможете так сказать себе сегодня? Или сможете сказать, что я достоин, чтобы жил я в раю после смерти. Я заработал милость Аллаха. Аллах обязательно меня помилует, пожалеет и в джаннат меня пустит. Можете себе сказать? Спешите. Вот спешите к этому, спешите. Чтобы у нас было много гарантий. Много таких дел, где гарантия стоит, что Аллах простит. Где гарантия стоит, что мы будем в джаннате. А эта жизнь, она завтра закончится. Наши планы, они останутся. Дома недостроены, не страшно, останутся. Планы еще не осуществлены, останутся. Дети еще молодые, маленькие, останутся. У каждого свой рыхл сам каждый проживет и без нас. Мы уходим с этого мира, заканчивается у нас срок испытания. Должны были при жизни, пока мы живы, услышать пророков, поседовать за ними, уверовать в Аллаха, поспешить к обещанию Аллаха Всевышнего, бояться Его предупреждения, Его наказания. Джаннат, спешите к джаннату, спешите к джаннату. Говорите себе, спеши в джаннат. Каждый говорит себе, спеши в джаннат. Куда ты сегодня спешишь? Джаннат, спеши. Куда ты спешишь? Спеши, чтобы Аллах простил тебя. И это джаннат для богобоязненных. Будь богобоязненным. Каждый день будь богобоязненным. На один грамм, чтобы сегодня у нас добавилась богобоязненность. На один грамм. Мы не рождаемся богобоязненными. Мы в течение своей жизни потихоньку-потихоньку стараемся быть богобоязненными. И добиваемся еще Аллаха. Милости Аллаха Всевышнего. Прощения от Аллаха Всевышнего. И на уровень богобоязненных поднимаемся. Кто такие богобоязненные? Потом разъяснение идет. В этом аяте Аллаха Всевышний говорит. Богобоязненные – это те, кто расходует из своих средств когда им хорошо, когда у них все есть. Они живут в достатке, расходуют свои средства. И когда у них нету Когда они живут тяжело Когда у них мало Вот те, которые расходуют Когда у них есть много И расходуют тогда, когда у них и мало Вот они богобоязненные Когда у вас есть тысячи-тысячи Расходуйте Когда у нас есть запасы Расходуем А когда у нас мало Когда у нас есть, когда есть у человека, он может рассчитывать на то, что у него еще есть запасы и давать садака. Это один из уровней перед Аллахом Всевышним. Когда ты рассчитываешь не на Аллаха, не на Аллаха тавакаль делаешь, не надеешься на то, что Аллах тебя и дальше тоже прокормит. Когда сегодняшние дни он тебя прокормил, обеспечил. Не рассчитывая, что Аллах тебя дальше будет кормить и обеспечивать. А рассчитывая, что у тебя запас есть, а можно поделиться, у меня есть еще запасы. Представьте, вот этот уровень, когда человек дает садака с такими понятиями и с таким расчетом. И другой расчет, когда человек дает садака, даже если у него мало, он не рассчитывает, что у него мало осталось. На лекарства, если вдруг заболею, не хватит. Если что-то случится, у меня деньги нужны, мне не хватит. И не жадничает. Он рассчитывает на Аллаха Всевышнего. До сегодняшних дней Аллах Всевышний сохранил, обеспечивал, прокормил. Он мне приказывает, чтобы я поделился. Говорит, что те, которые делятся, делятся даже когда у них мало, что они богобоязненные. И он делает табака на Аллаха. Рассчитывает на Аллаха. Надеется на Аллаха. Опирается на Аллаха. Верит Аллаху Всевышнего. Верит обещаниям Аллаха Всевышнего. И даже когда у него мало, он расходует. Делится. Садака дает. От богобоязненные. И его уровень, конечно, выше, чем уровень того, который с расчетом на свои средства, запасы дает садака. Или как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Дирхамун садака альфа дирхам. Один дирхам. Он опережает, обгоняет, получает больше награды, чем тысячу дирхамов. У нас сегодня сомы. Если один сом, он опережает тысячу сомов. Тысячу раз больше получает награды, чем кто-то дал тысячу сомов, а кто-то дал тут один сом. Как это кто-то дает один сом и получает больше наград, чем тот, который тысячу сом дал? Можно так? Рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, значит, так и есть. Но он разъясняет. У него спросили с подвижниками, я, Расулли Аллах, кайфа хата? Как это? Кто-то дает один дирхам и получает больше, чем тысячу дирхамов. Дает кто-то вот двое стоят. Один дает один дирхам, другой дает тысячу дирхамов. И тот, который один дирхам дает, он опережает, у него больше наград, чем у того, который тысячу дирхамов дал. То есть тот, который дал в тысячу раз больше, тот, который дал десять сомов, десять сомов садака. Десять сомов садака. На тысячу умножьте, это десять тысяч сомов. И кто-то дал десять тысяч сомов садака. И вот у кого 10 сомов садаха было У него больше наград Чем у того который 10 тысяч сомов дал Ну как это спросили у пророка Он говорит У того который дал Тысячу дирхамов миллионы У него сотни тысяч И он дает из этого Тысячу дирхамов Это одна Тысячная часть Из его денег А тот который дал один дирхам У него два дирхама То есть у кого-то 20 сомов и он 10 сомов дает садаха Это дает половина своего богатства садаха А это дает одну тысячную часть Может быть одну миллионную часть Представьте у кого миллионы и он дает 10 сомов садаха Это позор Это жадность Сколько Аллах Всевышний дает В таких размерах Должны у тебя быть садаха И Аллах Всевышний говорит Что богобоязненные Те которые дают садаха Расходуют Делятся с другими Даже когда у них много То есть тогда когда у них много И тогда когда у них мало Кто-то из нас может сказать Я бедный Путь богатый дают садака Но Аллах Всевышний говорит Что богобоязненные Это не богатые Аллах Всевышний говорит Богобоязненные Это те которые расходуют Когда у них есть И те которые расходуют Когда у них нету То есть бедный ты хорошо Но у тебя ведь есть 100 сомов Представьте у кого 100 сомов Он дает 10 сомов Одну десятую часть своего богатства Дает садака А у кого есть миллион Он дает 100 сомов И ты больше него получаешь награды Тысячу раз Может быть еще больше Это первое качество Богобоязненных О котором Аллах Всевышний нам говорит И это связано С материальным имуществом Чтобы быть богобоязненным Недостаточно в намазе быть Поститься Чтобы быть богобоязненным Чтобы Аллах Всевышний тебя полюбил Чтобы дал тебя джаннат Дальше выходим с намаза Выходим с мечети Там он уже дальше жить Так же по законам Аллаха Дальше Аллах Всевышний говорит Уже другое качество богобоязненных Первое это связано с материальным С деньгами С имуществом Дальше идет Это уже моральная часть Это уже его нрав Его характер Его воспитанность Его понятия Его взгляды на жизнь Взгляды на дела Которые вокруг него происходят Аллах Всевышний говорит Вначале Аллах Всевышний сказал Те которые расходуют свои средства Когда у них много И когда у них мало Когда им хорошо живется Легко живется И когда им тяжело живется Расходуют свои средства Дальше И те которые Сдерживают свой гнев Когда злятся Сдерживают себя И прощают людей И Аллах Всевышний любит Вот таких добродетелей Самые лучшие люди Это Мухсину Которые дела делают В совершенстве Самым красивым образом Кто? Это те которые Сдерживают свой гнев Когда они злятся И прощают людей Нрав Пророк Мухаммад Саллаллах Всевышний говорит Во-первых Злиться Это наш характер Не злиться Сдерживать свой гнев Это уже Воспитанность Это уже нравственность Это черты характера Это наш нрав Не злиться А теперь смотрите Что говорит нам Пророк Мухаммад Саллаллах Всевышний Он нам говорит Одна из главнейших Миссий Моей Пророчества Это довести Нравственные качества До совершенства Чтобы Человек Который верит В Аллаха Всевышнего Ходил по земле Самым красивым Чтобы у него был Нрав самый красивый Это одна из главных Миссий Моей Моего пророчества Представьте Нужно услышать тоже Что пророк Мухаммад Саллаллах Алейхи Ассалям Пришел Не только Чтобы очистить Наши сердца От многобожья От неверия От лицемерия Но чтобы И очистить Наше поведение От неправильных Дел Поступков Не чтобы мы Только намаз Читали в мечети А чтобы мы За мечетью Там на улице Тоже красиво жили Не чтобы в мечети Только стояли Как ангелы Но и дальше На улице тоже жили Чисто И говорит пророк Мухаммад Саллаллах Алейхи Ассалям Самыми любимыми Для меня Самыми близкими Ко мне В судный день Будут те из вас Кто отличается Хорошим нравом Теперь спросите Кто из нас Самый любимый Для Аллаха Будет самым близким К пророку Мухаммаду Саллаллах Алейхи Ассалям Это Виайби Как мы Выражаемся Джаннати Уровень И в судный день Авторитетное место Спокойное Безопасное место Быть рядом с пророком Мухаммадом Саллаллах Алейхи Ассалям Кто это? Это те которые Отличаются Хорошим нравом У кого хороший нрав Обратная сторона Представьте Из-за того что У человека Плохой нрав Плохой характер Он получает Наказание От Аллаха Всевышнего Несмотря на то Что он верующий Он верит В Аллаха Всевышнего Но он не подчиняется Приказам Аллаха Всевышнего Полноценно Он только Намаз читает Он только Пастится Но нрав у него Плохой Он не исправляет Свой нрав Характер у него Плохой Не исправляет Свой характер Женщина Из-за того что Погубила кошку В клетку Посадила кошку Не отпустила ее Чтобы она сама Нашла себе Что-нибудь поесть И вот так Погубила И убила Эту кошку Аллах Всевышний Наказывает ее За это Говорит Пророк Салаба То есть Какой человек Это может сделать Это может сделать Бесчувственный человек Злой человек У кого Каменное сердце У кого в сердце Нету Доброты И милосердия К животному Если нету Милосердия К животному Если нету Доброты Это каменное сердце За это Человек Получает Наказание А теперь Хороший нрав Хороший нрав Что такое вообще Хороший нрав Хороший нрав Ученые нам Много ученых Говорят это Много ученых Из всех Аятов Из всех Хадисов Они нам Объясняют Что Хороший нрав Хороший нрав Заключается В одном Деле Это основное Это стержень Это фундамент Всех благих нрав в чем как вы думаете самое основное как фундамент всех благих нравов всех благих хороших качеств в человеке это одно дело в одном деле заключается в чем как вы думаете в чем какие хорошие нравы есть характер черты сабр сабр он как раз да есть в этом но это нравственное качество по-другому чуть называется или это делать по-другому называть но там есть сабр как так вот так вот это качество есть аллах всевышний говорит джаннат этот джаннат приготовлен для богобоязненных которые расходуют свои средства когда им хорошо когда им тяжело и дальше описывается вот это качество вот в этом качестве все благие нравы это основа благого нрава не злиться представьте не злиться не злись это самый нравственный не злись на самом деле когда человек злится посмотрите на его лицо посмотрите на цвет его кожи посмотрите на его глаза на его брови какой он когда злится вроде бы красивый аль-хамдля такой приятный а когда злится страшно становится правильно вот не злится это основа всех благих нравов всех хороших качеств у человека это не злится и говорит правок мухаммад саллаху алейхассалям одному сподвижнику проходит другой сподвижнику ему он говорит это же другой приходится советом ему он говорит это же и другому говорит это же и тому говорит? Что он говорит? Один приходит. Я Расуль Аллах. Укажите мне на такое дело, чтобы из-за этого дела я зашел в Джаннат. Представьте, что мы спрашиваем это у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ассалям. Для нас в жизни это нужно. Мы сегодня верим в Аллаха Всевышнего. Мы хотим в Джаннат попасть. Так или не так? Хотим в Джаннат попасть. И представьте, что это вы лично, персонально спрашиваете у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ассалям. А он разъясняет нам религию Аллаха Всевышнего. Он нам разъясняет религию Аллаха Всевышнего. Он наш пример для того, чтобы попасть в Джаннат, добиться довольства Аллаха Всевышнего. И он нам в жизни дает вот такой совет. Это лично, персонально, каждому из нас. Советуемся с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ассалям. И смотрите, что он нам говорит. Он говорит, не гневайся, не здесь, и тебе будет Джаннат. Пусть Аллах Всевышний простит нас, пусть Аллах Всевышний даст нам хороший, красивый нрав. Не здесь, и тебе будет Джаннат. Вот он совет. Каждому из нас. И обратная сторона. Если будешь злиться, будет обратная, наоборот. Другой приходит сподвижник. Я рассудил Аллах. Что мне делать, чтобы Аллах не гневался на меня? Что мне сделать, чтобы Аллах не гневался на меня? Он говорит, не здесь. Я рассудил Аллах. Дайте мне совет в жизни. Мне нужно, чтобы я в жизни чего-то придерживался, как мусульманин, и чтобы Аллах был доволен мной, чтобы Он завел меня в Джаннат. Ля тахдаб. Не злись. Я рассудил Аллах. Дайте мне еще совет в жизни. Не злись. Хорошо понял. Я рассудил Аллах. Дайте мне еще какой-нибудь совет в жизни. Не злись. И повторял это ему несколько раз. Это персонально каждому из нас. Давайте сейчас сегодня, выходя из джумая намаза, с этого сегодняшнего начала урока, возьмем себе вот это качество нравственное, в котором заключается все благо. Ученые говорят. Хороший нрав – это не злиться, говорят ученые. Хороший нрав – это не злиться. Это уже итог, заключение. Это уже готовая каша. Бери и глотай. Чтобы быть хорошим, нравственным. У Аллаха самый лучший, самый любимый. Для пророка Мухаммада, саллуллаху алейхи ва салам, тоже самый любимый, самый близкий к нему. Лучший из мужчин. Тот, кто обладает самым лучшим нравом, лучше относится к своей жене. Но лучший нрав, хороший нрав, и хорошо относится к жене. Тот, кто не злится. Ля тахдаб – не злись. Все, решение проблем всех. Не злись. И Аллах Всевышний это качество описывает, говоря, что они богобоязненные. Вот они богобоязненные. Не только в намазе стоим, как ангелы здесь. Тихо, мирно. А дальше на улице тоже. В каждом поклонении заключается вот этот нрав. В каждом поклонении заключается этот нрав. И поклонение Аллаху Всевышнему, жить, поклоняясь Аллаху Всевышнему, жить мусульманинам – это не только намаз читать и поститься. Это преклониться перед Аллахом Всевышним и полностью принять его законы, полностью принять его приказы. Аллах Всевышний говорит «Валькады мина лгайза вал афина анилнаси в Аллаху юхиббу лмухсини». Те, которые подавляют свой гнев, прощают людей, и Аллах Всевышний любит добродетелей, то лучшим образом делает свои дела. Вот эти люди, они самые лучшие люди, кто подавляет свой гнев и прощает людей. Согласитесь, что это сложно? Согласитесь? Или это легко? Кому-то, аль-хамдул-ля-ллах Всевышний уже облегчил, он уже привык. Когда ребенка отнимаешь от груди, ему тяжело, как будто бы весь мир закрывается перед ним. Молоко дайте мне, молоко. Но когда он почувствует другие виды еды и питья, он скажет, аль-хамдул-ля, мы тоже. Не злиться, это тяжело. Ну как не злиться, как не злиться? Когда тебя злят, когда неправильно делают. Как не злиться? А ты попробуй и увидишь, какой вкус у этого есть дела, когда ты сабр проявляешь, сдерживаешь себя, а потом вот так проглатываешь гнев свой и прощаешь человека. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, самый лучший глоток, это глоток гнева, который ты глотаешь. Представьте. Мы говорили это вот. Вот глотайте гнев свой, глотайте. Сколько можно глотать, говорят некоторые. Глотайте свой гнев. Это иббадат. Те, которые скрывают, подавляют свой гнев и прощают людей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит, лучший из вас, тот, кто лучше относится к своей семье, к своей жене, говорит. Лучший из нас относится к своей жене, это тот, кто не злится. Тот, кто злится, он не сможет относиться лучше всех к своей жене. Вот кто не злится, он лучше из нас. И прощает людей. Пока мы живы, мы можем при жизни простить, можем кого-то. Сказать, ладно, хорошо, я его прощаю. О, Аллах, ты меня прости. Можно так сделать? Пока мы живы. Или будем ждать до смерти, пока он не умрет. А потом, когда он умрет, скажем, ладно, все, я его прощаю. Потому что, когда умирает, спрашивают, какой он был, простите его, простили его. И мы говорим, все, ладно, прощаем. Неужели нужно было ждать до смерти, чтобы он умер, чтобы его простить? Или до того момента, пока ты сам умрешь, а потом скажешь, все, я прощаю, Аллах, прости меня. Пока мы живы, мы можем сделать такой вклад для себя. Разве вы не хотите, Аллах Всевышний говорит, разве вы не хотите, чтобы Аллах вас простил? Что, простить кого-то тяжело? Да, тяжело кого-то простить. Или это легко? Тяжело простить. Особенно, когда ты злой стоишь, сразу простить это тяжело. А вот кто именно подавил свой гнев и сразу простил вот этот самый сильный человек. Когда спросил пророк Мухаммад, кто самый сильный человек. Как мы ответим? Наше мышление, наши взгляды, они отличаются от шариатских, от законов Аллаха Всевышнего. Наше мышление, самое сильное, это у кого мускулы, кто побеждает в бою, в борьбе. Так мы ответим. Так же и ответили сподвижники. Тот, кто побеждает в бою, говорят, в борьбе. Он сказал, на самом деле сильный сильный человек тот, кто сдерживает свой гнев, когда он злится, кто сдерживает себя, когда он злится. Давайте, начало, будем практиковать это поклонение, не злиться, и прощать, и расходовать свои средства, когда у нас есть, и когда у нас их мало, чтобы быть в числе богобоязненных, кому Аллах Всевышний приготовил джаннат. Джаннат создан для богобоязненных. И кому Аллах Всевышний приготовил прощение, но условия. Аллах Всевышний говорит, И спешите к прощению Аллаха Всевышнего, и спешите в джаннат, побыстрее попасть, пока мы живы, побыстрее джаннат себе заработать, побыстрее заработать прощение Аллаха, простора которого больше, чем небеса и земли. И этот джаннат приготовлен для богобоязненных. Богобоязненные, те, которые расходуют свои средства, когда у них много, когда у них есть, в достатке они. И когда они тяжело живут, у них мало, расходуют все равно. Богобоязненные. Есть те, которые подавляют свой гнев, сабр делают, терпение проявляют. И не только глотают этот гнев. Если будешь только глотать и не будешь прощать, это все внутри соберется, как бомба, и взорвется. Глотаешь гнев? Подавил свой гнев? Прости, забудь, не вспоминай, не напоминай ему это сто раз. Забудь это, прости ради Аллаха, чтобы Аллах тебя простил. И Аллах любит вот таких добродетелей. Да, Аллах Всевышний нам всем, чтобы мы были богобоязненными. И как просил пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалям, мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы он нас направил на самые лучшие нравы. Если Аллах нас не направит на это, не просим Аллаха Всевышнего, чтобы он оградил нас, отдалил нас от плохого нрава. Если он нас не оградит от этого, никто нас не сможет оградить. Аллах махасин ахдах, но Аллах украсть наши нравы, как ты украсил наше творение. Аллах ма амин, ассаллах мали Мухаммадин, муаля алихи и ассаби химаин.